Расскажите, какими судьбами здесь пришли в тренировках на сборной? Во-первых, есть возможность встречаться с Таниславом Чечесовым и его людьми, с которыми я тоже раньше работал. Сергей Семакин и все люди, с которыми я знаком, есть общая история и очень рад всегда с ними встречаться, тем более, что именно на кануне игры со сборной Польши. Рад, рад, что эта игра происходит в Польше и что сегодня я буду наблюдать за многими людьми в разных ролях, с которыми у меня есть общая история. Тем более, эта игра для меня будет очень эмоционально интересна. Как думаете, как закончить сегодня снимать? Ну, чтобы все были довольны. Во-первых, чтобы и тренер Чечесов, и тренер сборной Польши по СОСа, чтобы получили большой объем информации по своим командам, по их готовности к важному турниру. Ну, а по результату спортивному пусть будет ничья, результативная ничья 2-2, чтобы и болельщиков порадовать хорошим, хорошим открытием футболом. Будете за сборную России переживать на Евро? Вместе с Польшей, конечно. Не только буду переживать, но тоже буду работать в полском телевидении спортивным и как раз буду наблюдать за играми сборной России и за то, как вы будете сражаться со своими серьезными соперниками в группе. Следите за выступлением Спартака в чемпионате России? Хоть немножко. Слежу больше по социальных медиах, по СМИ, общаюсь с российскими журналистами, более-менее знаю ситуацию и климат в Спартаке. Много не поменялось, задачи остались одни и те же, но с реализацией есть определенные сложности и я рад, что Спартак показал результат, результативную игру в этом сезоне. Но шансы на чемпионство они тоже были, конечно жалко, что Спартак не смог добиться этого успеха.